Здравствуйте! В эфире программа «7 минут». Сегодня о перспективах молодых ученых, об их инновационных проектах и о всероссийском конкурсе «Умник», который ежегодно проходит в Рязани. У нас в гостях сегодня Сергей Круглов, представитель фонда «Содействие инновациям» в Рязанской области. Здравствуйте! Добрый день! Скажите, как давно проводится конкурс и зачем? Ну, первые программы «Умник» были запущены в 2007 году, а в том формате, в который он превратился сейчас, он начал проводиться с конца 2009 года, когда все конкурсы были переданы на региональный уровень. Конкурс предназначен для того, чтобы выявить среди молодых ребят людей, которые способны коммерциализовать свои идеи и дать им предпосевное, так называемое, финансирование, для того, чтобы они смогли свои идеи развить до той стадии, когда она уже оформится во что-то конкретное. Ребята-победители получают по 200 тысяч рублей в год на два года. И за эти два года должны, собственно, развить свою идею до чего-то более-менее материального. В этом году как прошел конкурс? В этом году конкурс прошел в Рязанской области довольно-таки удачно. Если стандартно мы имели 10 победителей на каждом этапе, то в этом году нам удалось отобрать по 12 человек. То есть в общей сложности за два этапа мы отобрали 24 человека. Довольно-таки интересные проекты. Всего было подано за два конкурса, у нас 63 заявки. Вот из 63 заявок отобрали 24. Расскажите о наиболее интересных проектах, которые были представлены на «Умники». Ну, в этом году интересный проект был у Холопова Ивана. Он предложил такую идею, как разблокировать двери, если ключи у автомобиля остались внутри. То есть там с использованием современных гироскопов и угловых измерителей угловых скоростей. Он там предлагает такую забавную идею, которая, в принципе, может быть хорошо реализована. Плюс по медицине проект, как-то у них он косметологии, конечно, больше, но тоже интересный проект, связанный с возможностями химического пилинга, чтобы как можно меньше негативных последствий возникало. Ну и там еще были довольно-таки интересные проекты. А как проводится финансирование? Вот вы говорили о посевном. Как-то изменилось оно за это время? Ну, если раньше по закону фонд мог финансировать только малые предприятия, и поэтому ребятам приходилось как бы становиться сотрудниками малого предприятия, которое их сопровождало, то, начиная с марта этого года, фонд получил разрешение от правительства Российской Федерации, что там подтверждается указом президента, выдавать гранты физическим лицам. То есть теперь, если фонд выдает такой грант, эти деньги не облагаются никакими налогами, в том числе и Индафейл. То есть ребята теперь получают на руки ровно 200 тысяч рублей. А бывает так, что ребята не выигрывают, однако идеи у них интересны, как бывает в этом случае? Мы всегда призываем ребят не отчаиваться, если они не выиграли сразу в конкурсе, посмотреть на то, как нужно докладывать, на что нужно сделать акценты. Прийти, приглашаем к нам, чтобы мы их проконсультировали. И после этого приглашаем опять участвовать в следующих конкурсах, потому что к участию допускаются молодые люди в возрасте от 18 до 28 лет включительно. То есть фактически тут у них есть 2-3 года на то, чтобы развить проект, доработать и снова участвовать. В этом году вот у нас один проект был, он с четвертого раза выиграл, но это не рекорд. Рекордный был седьмого раза, это было в прошлом году, прошлой осенью. А что за проект был? В прошлом году это был проект, связанный с автоматической системой подсчета пассажиропотока. Они наконец-то смогли доказать, что это нужно, что это выгодно и что в принципе, если поставить такую вещь в маршрутку, то владелец этой маршрутки, не водитель, сможет определить, а какое количество пассажиров, допустим, перевез его сотрудник. Вот они смогли, так сказать, найти коммерческое предложение своему проекту. Потому что сначала они его оценивали, конечно, как больше социальный. Вот на этом маршруте больше людей ездит, здесь меньше. Значит, кто-то, может быть, купит, может быть, проанализирует и будет вот сюда больше маршрута пускать, сюда меньше. А сейчас вот смогли. У нас были ребята, которые не выиграли в «Умники» на старт. Это программы, предназначенные для ребят, которые прошли и закончили, то есть закрыли контракт по программе «Умник» двухгодичным. И для них специально проводится конкурс, в котором они могут выиграть миллион рублей для организации собственного предприятия, то есть развития своего проекта в бизнес, то есть в бизнес-идею. Вот, да, там у нас были люди, которые не выиграли. Это вот Васин Иван, очень талантливый молодой человек. Он не выиграл в «Умники» на старт, но не отчаялся. Переработал свой проект кардинально. Ну, фактически, он его изменил. И на следующий год участвовал в простом конкурсе «Старт». Это уже для предприятий созданных, то есть ему пришлось уже создать свое предприятие. И выиграл блестящие, там, победа была безоговорочная. То есть члены жюри очень высоко оценили его команду. Вот сейчас они растут, развиваются, и на основе этого проекта у них уже начали развиваться новые. Они зарабатывают деньги, у них растет бизнес, растет число сотрудников. Я слышала, что совсем недавно он подписал договор с достаточно известной компанией. Действительно ли это так? Да, они заключили договор с Microsoft о том, что они пишут для них определенные вещи. По этапам конкурса расскажите еще нюансы, детали, какие документы нужны. Этапы конкурса простые. То есть проходит предварительный отбор, который проходит во всех ведущих вузах. То есть это РГУ, это Рязанский медицинский университет, это Радиоуниверситет, это Римгоум и Сельхозуниверситет. И плюс еще один конкурс проводит отборочный правительство наше. То есть на базе Министерства промышленности информационных и информационных технологий проходит еще один конкурс. Это для сотрудников предприятий и малых предприятий, чтобы нам не только учебные заведения охватить, и научные, но и малый бизнес. По результатам этого конкурсного отбора, где ребята выступают с презентациями своего доклада, поступают протоколы к нам. Мы организуем большой конкурс, на котором также в режиме презентации в течение 7 минут заслушиваем их доклад. И там 3 минутки на вопросы, и происходит оценка экспертной комиссии, в которую входят представители всех вузов, министерства, и обязательно приезжает куратор нашего региона из Центрального аппарата фонда в Москве. Специалисты каких отраслей интересуются умниками? Ну, специалисты совершенно разных отраслей. Здесь и IT, и космическая связь. И вот сейчас, оказывается, и приборостроение начинает интересоваться. Потому что на приборный завод недавно передали список проектов, которые есть, и они там выражают заинтересованность в определенных. Теплоприбор интересуется. Так что вот предприятие Рязанской области довольно-таки плотно этим занимается. Плюс, вот я знаю, по космической тематике МЧС, наши местные, плюс еще и правительство заинтересовано в топографировании городских улиц. То есть, если появилась хорошая идея, если человек работает над проектом, он может обратиться к вам, в фонд, и, в общем-то, поучаствовать в конкурсе и выиграть. Да, совершенно верно. Ну, и вот еще недавно такое организовалось в Рязани стартап-сообщество в области IT. Вот у нас с ним есть договоренность о том, что в конце января мы собираемся все вместе и рассматриваем проекты, которые они делают. Потому что там люди собрались, которые к университетам отношения уже не имеют. И если там есть проект, который подходит под программой, то мы его с удовольствием будем рекомендовать и поддерживать. Спасибо. На этом наша программа подошла к концу. Всего вам самого хорошего, успехов и удачи. До скорой встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин